Волонтеры Ненецкого округа «Снежные призраки» и так они себя называют, отправились на лыжах по селам Нижнепечория. Необычный марафон посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне в составе лыжного батальона 20 человек. Какие цели ставят перед собой участники и сколько километров им придется преодолеть, расскажет Любовь Пермякова. Более 150 заснеженных километров, 10 печорских деревень, 8 воинских мемориалов и недели бесконечного пути придется пройти двум десяткам неравнодушных к истории своего отечества парней. Мы не просто хотим пройти этот километраж, выполняя определенные задачи в населенных пунктах. Мы должны отсмотреть в каком состоянии у нас находятся мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, отсканировать документы, связанные с Великой Отечественной войной. И в то же время, так как это все-таки мероприятие туристического центра, параллельно с этим еще будем создавать туристические маршрутки. Основной группу лыжников пути будет сопровождать группа обеспечения, в обязанности которой входит подготовка лагеря для комфортного пребывания участников. Снежные призраки в дань уважения героям тех лет идут под двумя флагами. Два флага. Значит, первый флаг – это копия флага Победы, штурмовое знамя, которое было установлено на Рейхстаге. Это копия его, но само это знамя тоже примечательно. Это знамя нам вручали в прошлом году, вручал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина. А второе знамя – это флаг проекта «Дорога Алина Армии», как раз тот проект, про который я сейчас рассказываю. То есть это два наших боевых знамени, потертых уже в боях, которые уже мы с гордостью возим по деревням. Кстати, снежными призраками и белыми дьяволами фашисты называли советских лыжников. В составе формирования воевали и наши земляки, жители Нениской тундры, оленеводы, охотники и рыбаки. Северяне по своему образу жизни, как никто, лучше приспособлены холодным условиям. Именно они составляли костяк разведательных и диверсионных лыжных формирований. Маршрут современных снежных призраков продлится примерно 7 дней. Местоположение участников можно будет увидеть ВКонтакте в группе «Волонтеры-70» Неницкий автономный округ.